Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии. Мария Шматкова сегодня у нас в гостях Евгений Олегович Новоселов, заместитель главного муниципального земельного инспектора Одинцовского городского округа, начальник отдела муниципального контроля сельского хозяйства и охраны природы администрации. Обсуждаем сегодня осуществление муниципального земельного контроля на территории Одинцовского городского округа. Основные нарушения земельного законодательства. Здравствуйте, Евгений Олегович. Рады вновь видеть вас в нашей студии. Давайте, может быть, прежде чем перейдем к самой теме нашей программы, расскажем о полномочиях. Да, полномочия администрации Одинцовского городского округа, входит как основной вид контроля муниципальный земельный контроль. Это является деятельностью специальных уполномоченных сотрудников администрации, направленных на соблюдение гражданами, организациями всех форм собственности требований земельного законодательства. Муниципальный земельный контроль осуществляется в виде проверок. Проверки бывают плановые и внеплановые, то есть в конце, допустим, сейчас 2019 года, мы составляем планы проверок на 2020 год. Но сейчас можно как раз таки говорить об итогах 2019 года и о тех результатах, которые вы получили в ходе проверок. Вообще много ли нарушений? И с каждым годом количество нарушений в сфере именно земельного законодательства растет или все-таки есть такая динамичная и хорошая динамика в обратную сторону, что снижается количество нарушений? Нарушений достаточно много. Не все граждане и организации идут на это осознанно. В большинстве своем это по незнанию происходит. И как раз полномочия и суть работы в администрации, в том числе и работы по профилактике этих нарушений, чтобы довести до граждан и организаций требования, обязательные требования земельного законодательства. Ну а дальше уже так или иначе контролировать уже исполнение и устранение этих нарушений. Вы уже сказали, что есть как плановые, так и внеплановые проверки. Вот как часто они проводятся и что для вас служит поводом к внеплановой проверке? К внеплановой проверке служит поводом обращения, которые к нам поступают из различных источников. Обращения граждан, которые к нам направляются в письменном виде, по почте, по электронной почте администрации. Обращения, которые поступают в адрес правительства Московской области, министерств, ведомств, органы прокуратуры. С личного приема путей, как к нам поступают эти обращения, очень много. А вот с чем чаще всего, на что сетуют граждане? И все-таки это в большей степени юридические или физические лица? Ну в основном это физические лица все-таки, так как количество собственников, объектов недвижимости, земельных участков. Все-таки у граждан больше, чем у юридических лиц. Поэтому в основном это, конечно, физические лица. Ну это дачи, СНТ или дома. Все-таки хотелось бы примеров, конечно, Евгений Олегович. Давайте прям конкретные примеры. Вот если мы говорим сегодня о профилактике нарушений земельного законодательства, то хотелось бы конкретные примеры, чтобы наши зрители понимали, что вот так стоит действовать, а вот этого лучше избежать. Основными, давайте сначала тогда пойдем по основным нарушениям. Ну а самым основным нарушением является самовольный захват земельного участка или его части. Также использование земельного участка, либо его части лицом при отсутствии прав на него. Основным критерием, при котором, так скажем, возникает, может возникнуть это нарушение, является незнание или несоблюдение границ земельных участков, сведения которых внесены в ЕГРН. То есть требование земельного законодательства в настоящий момент все-таки предписывает собственникам и владельцам земельных участков определить границы своего участка, отмежевать их, согласовать в установленном порядке и внести в единый государственный реестр недвижимости. После этого, соответственно, возникает обязанность по соблюдению этих границ и этих норм. В большинстве своем граждане относятся к этому не совсем сознательно. И при проведении каких-то работ, выставлении, постройке заборов, постройке объектов недвижимости на этих земельных участках. То есть они так как будто бы случайно сдвигают. Да. Просто у людей в сознании еще нет понимания того, что при проведении каких-то работ, что нужно для начала понять, где твои границы располагаются, чтобы не нарушить права или смежных землепользователей своих соседей, либо права уже администрации, если уже идет какой-то захват или использование части муниципальной земли. То есть тогда сразу регламент, как нужно делать правильно. Человек приобрел земельный участок, вот он ровный, как квадрат. Что он делает дальше? На нем нет ничего. Нет заборов, нет строений, вот пустая земля. Но рядом находятся жилые, опять же, дома, территории. При приобретении этого земельного участка, конечно, лучше вызвать кадастрового инженера, чтобы он проверил соответствие фактических границ, то есть заборным ограждений, юридическим границам, тем сведениям, которые внесены в реестр недвижимости. Производятся соответствующие замеры, использование спутникового физического оборудования, подготавливается заключение кадастрового инженера, где он отражает, то есть есть ли какие-то несоответствия, да, ну и в какую сторону. То есть или вы, то есть если границы соответствуют, то ничего делать соответственно не надо. Убедились. И дальше уже застраивать этот земельный участок, использовать его в соответствии уже с требованиями градостроительного заказательства, о чем мы можем сказать позднее. А вот все-таки кадастрового инженера нужно приглашать до совершения сделки? Ну, конечно. Как вам стало, так скажем, как вы подобрали объект, который вам понравился, подошел по каким-то критериям? Вы, допустим, с собственником этого земельного участка выезжаете и предлагаете ему для понимания, да, для своего понимания, своей страховки произвести обмер этого участка и после этого или вынос в натуру эти границы, то есть это обратная процедура, чтобы понять, что вы покупаете, где этот объект расположен юридически на местности и не будет ли у вас потом проблем. Беречь, да, себя от ненужных хлопот и проблем, которые могут возникнуть после, если уже сделка совершена и кадастровый инженер выявляет несоответствие. Вот как дальше действовать собственнику, ну, как правильно дальше действовать? Конечно, уже если вы купили участок уже с какими-то нарушениями, если так произошло, то рекомендуется, конечно, обратиться с соответствующими обращениями к соседям участка и постараться с ними эту ситуацию проговорить. Но лучше, конечно, не допускать этого, то есть все-таки рекомендуется не покупать такой земельный участок, если есть какие-то проблемы с границами, потому что это впоследствии может привести к обращениям тех же соседей в суд для отстаивания своих интересов. Ну, и я так понимаю, что такие примеры есть, и их немало, когда люди десятилетиями живут на участке, а потом вдруг возникает вопрос, что у них находится, например, забор не на своей территории. Таких случаев очень много, и обращения, как раз количество обращений показывают нам эту ситуацию. Также мы понимаем, что в судах очень много вопросов, связанных как раз вот с отстаиванием прав собственности собственников на какие-то части своих объектов. Но все-таки до абсурда здесь не доходит, но когда это идет речь уже, то есть прям до сантиметра, до сантиметра земли соседи готовы отстаивать в суде свое право. Практически. Есть определенные допуски, они также, ну, это может выявиться по результатам экспертизы землюстроительной, которая в рамках судебного процесса может быть однозначно судьей, но иногда доходит, конечно, до смешного. Конечно, удивляешься. Да. Но, тем не менее, статистика, есть статистика. Если говорить о плановых проверках, то что это такое, как часто они проводятся? Плановые проверки в отношении юридических лиц проводятся не раньше, не ранее, чем раз в три года, в отношении физических лиц не чаще, чем раз в два года. Планы проверок согласовываются в отношении юридических лиц прокуратуры Московской области с учетом ограничений, которые наложены специальным федеральным законом на определенных юридических лиц. То есть, они должны являться субъектами малого и среднего предпринимательства. И срок осуществления их деятельности, то есть, срок регистрации и начала деятельности не должен превышать три года. Если говорить об итогах 2019 года, сколько было проведено проверок? Проверок было проведено, то есть, плановых 36 было проведено, проверок внеплановых гораздо больше, около ста. А также было проведено порядка 500 плановых рейдовых осмотров. Это та работа, которая проводится, так сказать, профилактическая работа, которая проводится без взаимодействия с юридическими лицами, в рамках которого выявляются первичные признаки нарушения земельного законодательства, по результатам которых потом, впоследствии, возможно уже проведение полноценных проверок. С границами все понятно. Какие еще могут быть нарушения? Вторым по чистоте нарушения земельного законодательства это нецелевое использование. Что это такое? Виды разрешенного использования, которые допустимы, они указаны в ваших, точнее, в документах на собственность, в выписках, в свидетельствах, в постановлениях. То есть, это те виды деятельности, которые разрешены к проведению в отношении конкретного участка. Эти виды деятельности подразделяются, так скажем, зависят от, в том числе, категории земель, земельного участка. То есть, на сельхоз землях возможны там свои виды определенной деятельности разрешенной. На землях населенных пунктов иные виды разрешенные деятельности, на землях промышленности, а также там есть свой перечень видов. Если говорить в разрезе Одинцовского городского округа, есть ли такие злостные нарушители? Ну, злостные нарушители, они, конечно, всегда есть. Мы стараемся с ними бороться. В этом году большое внимание у нас было уделено земельно-сельскохозяйственному назначению. Их в районе, в округе достаточно много. И, к сожалению, не все они используются по назначению. То есть, здесь может служить примером Пронская ситуация? В принципе, да. В принципе, может служить таким примером достаточно ярким. Но здесь для данных видов деятельности предусмотрено лицензирование, если говорить про Пронская. В отношении вот этого факта Министерством экологии выданы соответствующие лицензии. Утверждены были проекты рекультивации. И вот то юридическое лицо, которое там осуществляет деятельность, оно действует, конечно же, в рамках той лицензии, которая выдана. И Министерством экологии проводились неоднократные проверки именно с точки зрения лицензирования, соответствия требований лицензии осуществляемой деятельности. Если говорить о результатах, вы довольны результатами проверки, которые были проведены вот в этом году? Мы в общем и целом довольны, но всегда, конечно же, есть куда расти, потому что, к сожалению, мы не можем охватить весь, так скажем, весь спектр нарушений, которые у нас происходят в районе. В связи с чем, как раз мы и проводим профилактические мероприятия. Какие мероприятия? Вот именно в профилактическом плане проводит ваш отдел? Плановые рейды в осмотры, как я уже сказал, это один из основных видов. Потом информирование граждан в сети интернет, на официальном сайте администрации, в печатных изданиях о характерных нарушениях и методах их устранения. А также у нас является еще четвертым видом деятельности в качестве, в рамках профилактики выдача предостережений гражданам, юридическим лицам предостережений о возможном нарушении земельного законодательства. Вот какой срок между выдачей предостережения и, собственно, уже предписанием? Предостережение является, так скажем, предварительным этапом до проведения проверки. То есть вы тем самым говорите, что к вам, возможно, будет скоро направлена проверка, в ходе которой могут быть выявлены те или иные нарушения. Поэтому, зная об этом, у вас есть время, чтобы их устранить. Совершенно верно. Так и есть, да. Обычно срок устанавливать достаточно разумный. Он у нас может быть до полугода, но в основном с учетом специфики. То есть у нас дается два месяца. То есть два месяца от предостережения уже, собственно, до выхода сотрудников на плановую проверку. Если в ходе все-таки проверки... Внеплановой. Да, даже внеплановой, вы все равно уведомляете и собственник знает о том, что будет проведена проверка. Если в ходе проверки выявляется нарушение, что дальше происходит? Как дальше действует законодательство и какие меры применяются? По результатам проверки выдается акт проверки, который вручается один из экземпляров проверяемому лицу. Там указаны все обстоятельства и со ссылкой на нормативно-правовые акты. Указывается нарушение, нарушение земельного кодекса, нарушение кодекса об административных правонарушениях. Далее. И выдается предписание обязательно для исполнения соответствующим срокам для устранения этих нарушений. Какой срок? В зависимости от выявленного нарушения и обстоятельств, обычно бывает от двух месяцев до полугода. Вообще вы идете навстречу собственникам. То есть, в принципе, каждый отдельный случай, каждый отдельный пример рассматривается в индивидуальном порядке. И можете помочь, если по незнанию человек совершил то или иное нарушение, то есть, действительно, неумышленно, но так сложились обстоятельства. Ну, конечно, стараемся идти, если мы, исходя из обстоятельств, видим то, что здесь нет умысла, никакого нет умысла на, допустим, причинение вреда, какого-то имущественного вреда, экологического вреда, допустим, смежным землепользователям, землям администрации, земле как природному объекту, растениям, животным, то, конечно, здесь мы можем пойти навстречу, объяснить, разъяснить, что нужно делать, как нужно делать, куда обращаться. Но есть такие случаи, когда у нас не все, к сожалению, рационально подходят к использованию земельных ресурсов, тогда мы где-то вынуждены действовать достаточно жестко. Вот если говорить о достаточно жестких действиях, мерах, какие санкции вы можете в рамках своих полномочий применить? Ну, после, допустим, выдачи предостережения, предписания об устранении нарушений и не устранении этого нарушения в случае таких достаточно серьезных случаев, мы можем и пользуемся этим правом, обращаемся в суд для принудительного устранения этих нарушений. И дальше уже кто задействует, какие органы? Судебная власть? Да, после вынесения решения суда, соответственно, подключаются судебные приставы, которые с учетом их полномочий исполняют это решение суда в принудительном порядке. А может быть земля изъята? Да, она может быть изъята. Есть такие примеры? Примеры такие есть, их немного, но они есть. В основном это связано с землями сельскохозяйственного значения. Есть прямое указание закона и прямая обязанность собственника и пользователя таких земель использовать такие земельные участки по назначению. То есть для выпаса скота, для животноводства, для выращивания сельскохозяйственных культур. Если эти земельные участки не используются на протяжении трех и более лет, если более длительный срок не установлен законом и если отсутствуют какие-то форс-мажорные обстоятельства, стихийные бейства, которые не позволяли использовать эту землю по назначению, тогда вот уже здесь применяется такой механизм изъятия. Если говорить о нарушениях, все-таки вот чаще всего, я так понимаю, это граница участка. Граница в основном, да. На втором месте это неправильное использование земли. Не целевое использование. Не целевое использование земли. Есть ли еще нарушения? На третьем месте не использование, о чем мы сейчас как раз говорили, земельных возназначения, а также земельные участки предоставлены для жилищного и иного вида строительства. Здесь входит и индивидуальное жилищное строительство, и дачное строительство, входит также садоводство и огородничество. То есть, получается, люди берут землю, прописывают ее назначение, но не исполняют. Да. А не то, что они не прописывают, уже земля им предоставляется под определенные цели. Ну, по большому счету, под те цели, которые они просят. Ну, то есть, земельные участки предоставляются, ну, в зависимости там, да, от видов, от зонирования территории, для индивидуального жилищного строительства, для строительства жилого дома, да, и каких-то подсобных строений. Где-то там подсадоводство, там свой паровой статус этих земель. Где-то, допустим, подсельское хозяйство, да. Здесь особый паровой статус земель. Вот. И также на них, по большому счету, с земельным кодексом возлагается обязанность по использованию этих земельных участков в течение определенного срока. В основном, этот срок составляет три года. Если, вот опять же, говорить о нарушениях, о профилактике нарушений, все-таки за последние годы люди стали более подкованы в этом вопросе? Ну, конечно, конечно, но все-таки информации сейчас стало много, она стала доступна, соцсети, опять же, дают о себе знать, плюс определенная работа, ну, в том числе профилактическая, информационная работа администрации, в том числе, дают о себе знать. То есть, ну, граждане земельных вопросов стали более подкованы, продвинуты. Вот. И уже, конечно, меньше стало, есть какая-то тенденция на уменьшение количества земельных нарушений, но она незначительная, конечно. То есть, в любом случае без работы вы не останетесь? Нет. Наверное, никогда, потому что земля тот, наверное, объект, который всегда подвержен тем или иным спорам, вопросам с разных сторон. Да. И не только со стороны собственника, но и других. Наш округ, конечно, все прекрасно понимают, что земля очень дорогая, местоположение соответствующее, но тем не менее, есть ли земля, которую люди могут получить, например, под сельхозназначение, под открытие фермерских хозяйств. И как это сделать? Такие проекты реализованы. Землю можно под сельское хозяйство получить. Предоставлением таких земельных участков занимается, есть определенный, так скажем, фонд, Министерство сельского хозяйства. Есть определенные грантовые программы, есть по отбору начинающих фермеров и так далее. Землю может бесплатно получить сейчас многодетные семьи бесплатно. Но они и получаются, что на участке эта программа уже идет не первый год. Для иных категорий, конечно, сейчас действующим накладательством бесплатного предоставления не предусмотрено. Еще есть герои России, герои соцтруда. У них также, по-моему, осталось это право. Но тем не менее, тем, кто решил открыть собственное дело, и это дело связано, например, с отраслью сельского хозяйства, у них есть возможность получить землю в пользование и даже, наверное, получить гранты на развитие. Такая возможность есть. То есть есть и она работает. Какая ответственность существует за нарушение земельного законодательства? Кодексом административных правонарушений предусмотрена административная ответственность и за самовольный захват на земель, и за неиспользование земель по целевому назначению, за нецелевое использование земельных участков. Она достаточно большая. В настоящее время законодателям она привязана к кадастровой стоимости земли. Поэтому здесь достаточно большая. Но все-таки получается, что земельный вопрос находится в правовом поле, и у собственников как есть права, так, собственно, есть и обязанности, которые нарушать они не могут. Да, конечно. Штрафы сейчас достаточно большие. То есть, если раньше штрафы были не очень большие, и вот такими экономическими мерами даже побудить собственника земельного участка к использованию с применением штрафных санкций было достаточно сложно. Ну, штрафы были там 500 рублей, 1000 рублей. Но сейчас штрафы уже на порядок больше. Ну, вот если самовольный захват земли, какой штраф предусмотрен? От какой суммы? На физических лиц это от 0,5 до 1% кадастровой стоимости захваченной части земельного участка, если кадастровая стоимость установлена, ну, не менее 5000. Вот на юридических лиц там от 1,5 до 2%, от 1,5 до 2% кадастровой стоимости захваченной земельной части, ну, не менее 100 тысяч. И, ну, здесь есть нарушения длящиеся, то есть эти штрафные санкции могут применяться не один раз. То есть, собственнику стоит задуматься, да? Стоит задуматься, да. Ну, и как мы уже сказали выше, серия нарушений может привести к изъятию земельного участка. Вот это в какой процесс может, ну, в какой момент это может произойти? Если после выдачи предписания не применяются реальные действенные меры на устранение нарушений, после повторной проверки и фиксации этого факта уже по большому счету возникает у администрации право на, и при лечении к административной ответственности, забыл сказать, возникает право уже на обращение в суд с вопросом по изъятию таких земель. Земля – это налоги, налоги – это доходная часть бюджета Одинцовского округа. Как исправно платят собственники налоги? Вы ведете вот эту статистику и сотрудничаете ли вы вместе с налоговой службой? Сотрудничаем. Статистику, конечно, такую мы не ведем, но знаем, что наши налоговые органы по этому вопросу работают очень серьезно, и мы при проверках, да, мы эту информацию запрашиваем, и если что, соответствующую неуплате включаем эти требования в свои предписания. И если, допустим, у нас есть какие-то факты, там, неоплаты длительные, то информацию стараемся доводить до налоговой. Но у них, по большому счету, эта информация и так имеется. Ну, уже есть, и там уже, опять же, задействуется служба судебных приставов, и налоги взыскиваются. В том числе. Опять применяются ограничения. В том числе. То есть, этот вопрос на контроле. Конечно, само собой. Это доходная часть, как вы сказали, правильного бюджета, за счет чего реализуются разные программы развития. В том числе проекты. То есть, можно сказать, что кто-то вовремя заплатил земельный налог, либо налог на иное имущество транспорта. И, соответственно, в результате этого появилась новая детская площадка. В том числе, да. Мы достаточно плотно взаимодействуем с органами государственного надзора. То есть, с управлением Росреестром по Московской области, с управлением Росрехоснадзора по Московской области и их территориальными подразделениями. Ну, так как они по нашим материалам все-таки накладывают административные штрафы. Вот управлением, допустим, Росреестра по нашим материалам в этом году за три квартала, там порядка двух миллионов рублей наложенных штрафов. Что-то взыскано, что-то в процессе взыскания. То есть, эти все деньги, они должны поступать также в бюджет. Ну, и также пускаться на различные программы. Вы уже сказали о том, что в конце 2019 года вы уже строите планы на будущий год. Планируете проверки внеплановые, плановые. Сколько их примерно будет? Ну, в настоящее время план по юридическим лицам находится в стадии утверждения. Обычно он в конце декабря утверждается приказом прокуратуры Московской области, буквально под Новый год. Поэтому говорить сейчас о том, сколько точно там будет проверок, достаточно сложно. Ну, по большому счету их не так много. Порядка десяти проверок плановых в отношении юридических лиц на следующий год. Физические лица, планы по физическим лицам тоже утверждаются в конце года. Но они, наверное, более мобильные, да? Потому что все-таки, если к вам поступает обращение или сигнал о том или ином правонарушении, то это может служить как внеплановая проверка, да? В том числе, которую вы не планировали в предыдущем году. Да, внеплановых проверок достаточно много. Мы стараемся отрабатывать все обращения, которые к нам поступают. Насколько оперативно? Это всегда интересует жителей. Насколько оперативно то или иное обращение вы отрабатываете? Вот в плане именно нарушения земельного законодательства. В среднем, я думаю, что предварительная проверка, по крайней мере, с выездом, с запросом в сведения реестр недвижимости занимает где-то от недели до двух недель. Ну, достаточно короткий срок. То есть вы, в общем-то, действуете достаточно оперативно. По крайней мере, с учетом тех обращений, которые к нам поступают, мы стараемся достаточно оперативно понять и разобраться, есть ли нарушение, соответствует ли то, что человек написал в отношении какого-то факта, действительности. Но бывают неподтвержденные информации? Бывают неподтвержденные информации. Некоторые граждане, у нас заявители злоупотребляют своим правом. Есть и такие факты. Что значит злоупотребляют своим правом? Пишут не совсем достоверные вещи, которые не совсем соответствуют действительности. Ну, это может являться в том числе… А вот за… Да. Результатом каких-то межличностных конфликтных ситуаций. А вот за предоставление недостоверной информации есть ответственность на тех лиц, которые заведомо дают, пускают вас по неправильному пути? Ну, к сожалению, у нас… Или нет? В уголовном кодексе таких положений нет. В уголовном кодексе такие положения есть. Если человек заведомо ложный донос, то есть сообщение о преступлении, тогда это есть уголовная ответственность за заведомо ложный донос по административным каким-то составам. Но, к сожалению, такого факта нет. В любом случае, вы разобравшись в ситуации, вы, во-первых, сначала разбираетесь в ситуации, но потом выносите, соответственно, отказ по таким делам. Подготовится ответ, в котором сообщается заявителю, что мы проверили, какие обстоятельства установили. В любом случае, ни одно обращение в ваш отдел не остается без ответа. Нет, ни одно не остается. У нас по закону мы обязаны рассматривать все, и мы рассматриваем все обращения, так или иначе. Евгений Олегович, спасибо за интересную беседу. Спасибо вам большое, что пригласили. Вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале. До свидания.